Приветствую вас, друзья! С вами, как всегда, Евгения Таро и сайт MagExpert.org. И сегодня на повестке дня у нас прогноз на 2018 год, год желтой или земляной собаки. И смотреть мы этот прогноз будем, естественно, по китайскому или восточному календарю. То есть мы будем обращать внимание не на знак Содиака, не на месяц вашего рождения, а на год. Каждый из вас знает, в год какого зверька по китайскому календарю он родился. Соответственно, находите этот год в списке и смотрите прогноз по трём основным сферам жизни и ещё одну карту на удачу. Если вы родились в год петуха, то этот гороскоп на картах Таро, сделанный на 2018 год, год земляной собаки, для вас. Давайте вместе посмотрим, каким будет предстоящий период. Я достала 4 карты из колоды Таро. Первая карта на любовь, вторая карта на деньги. Третья карта будет показывать здоровье и самочувствие. И ещё одна карта, четвёртая, на удачу, чтобы узнать, где и в чём вам повезёт. Выпали у меня такие арканы. Восьмёрка мечей, семёрка пентаклей, тройка кубков и четвёрка пентаклей. И вот теперь давайте разбираться по порядку, что каждая карта для вас будет обозначать. Первая карта, которая выпала вам на любовь, на личную жизнь, на отношения, это карта Восьмёрка мечей. Если вы сейчас находитесь в поиске своей второй половины, то Восьмёрка мечей – это не самое лучшее время для того, чтобы устраивать свою личную жизнь. Я объясню почему. Дело в том, что Восьмёрка мечей – это карта, говорящая о том, что вы можете попасть в переплёт. Вот. Ну, посмотрите на изображение на этой карте. Видите, как девушка за голову схватилась? Боже, Боже, куда я попала, где мои вещи, остановите землю, я сойду. Правда, похоже на то, что на самом деле происходит в её голове. И действительно, вы можете найти человека, с которым у вас могут установиться серьёзные, длительные взаимоотношения. Но эти отношения – это, конечно, ещё та головная боль. Потому что это отношения сложные, это отношения конфликтные, из которых потом очень тяжело выбраться или выйти из этих отношений без потерь. Поэтому думайте сами, решайте сами. Возможно, вы и на такие отношения согласны, и это тот урок, который вам необходимо сейчас пройти. Всё может быть. Но если в ваши планы такие взаимоотношения не входят, то займитесь пока что работой, деньгами, или самосовершенствованием, или здоровьем, или какими-то другими сферами жизни. Для того, чтобы переключить внимание на что-то другое, личную жизнь оставьте до лучших времён. Но если вы уже состоите в отношениях, но пока ещё не в браке, восьмёрка мечей может указывать на то, что брак может состояться. Потому что это одна из брачных карт. Но для мужчин всё-таки этот брак гораздо более удачен, нежели для женщин. Потому что, ещё раз повторюсь, да, эта карта указывает на узы Гиминея, но в том-то и дело, что в этом союзе может быть очень и очень много проблем, которые вам постоянно придётся друг с другом решать, и зачастую решения будут не в вашу пользу. Соответственно, делайте выводы самостоятельно. Хотите ли вы такой брачный союз для себя, или, может быть, всё-таки лучше подождать и выбрать более благоприятное время для бракосочетания. Если же вы уже в брачном союзе, ну что ж, скорее всего, восьмёрка мечей указывает на то, что, ну всё, вы попали, и выбраться из этого брачного союза будет довольно-таки сложно, если вы, конечно, сами захотите. Потому что восьмёрке мечей, ну, вы реально залипаете в отношения, и столько ответственности, столько обязательств связывают вас с вашим партнёром, с вашей второй половиной, что разорвать эти связи, ну, совсем-совсем непросто, дорогие мои друзья. Восьмёрка мечей – это карта, которая, конечно, говорит о том, что в вашем союзе могут быть серьёзные разногласия. Она указывает на то, что вам иногда сложно найти компромисс и договориться со своей второй половиной. И иногда вы действительно будете хвататься за голову и думать, что ваш брак неудачен. Но это не совсем так. Потому что восьмёрка мечей – это всё-таки крепкие узы, это крепкие отношения. И если вы действовать будете осторожно, если вы будете действовать гибко и обходить острые углы, и вот те разногласия, которые будут между вами возникать, будете решать дипломатично, то тогда ваш союз будет нерушим. Ваши отношения будут крепкими и долгосрочными. Вторая карта, которая выпала в теме денег, работы, карьеры и бизнеса – это семёрка Пентаклий. С одной стороны, это мастер Пентаклий, которая сулит вам материальные блага и какие-то финансовые успехи. С другой стороны, это всё-таки семёрка. А все семёрки связаны с ожиданиями. Стало быть, мы здесь имеем карту, которая говорит об ожиданиях материального достатка, которые, к сожалению, не всегда могут увенчаться успехом в те сроки, которые обозначены раскладом. Поэтому эта карта и называется «фрустрация и разочарование». Потому что те результаты, которые вы можете реально получить, они чуть-чуть, чуть-чуть меньше, чем то, на что вы рассчитывали. Обычно по этой карте я рекомендую желать меньшего. И тогда, когда вы получаете больше, у вас ощущение успеха и прибыльности. Ну, а когда вы хотите много, а получаете хотя бы на чуточек меньше, у вас возникает ощущение неудачи и лузерства. Так вот, чтобы не быть лузером и неудачником, ожидайте меньшего, обязательно получите больше. И всегда будете в плюсе. И тогда не будете испытывать разочарование в ваших материальных возможностях. А наоборот, будете ценить то, что у вас есть, гордиться тем, чего вы достигли. Ну и, соответственно, закладывать фундамент под новые успехи. В этой карте изображен человек, который очень долго работал, очень много всего сделал для того, чтобы собрать богатый урожай. Но когда он приходит собирать урожай, он понимает, что плодов он получил гораздо меньше, чем вложил сил, энергии и времени. Соответственно, эта карта действительно может указывать на то, что вы можете очень много трудиться, очень много работать, очень много вкладывать в свое дело, в свою работу, в свой бизнес. Но результаты пока что оставляют желать лучшего. Это не повод для того, чтобы расстраиваться. Еще раз повторюсь. Это повод для того, чтобы сделать выводы, пересмотреть свои подходы к работе, пересмотреть свое отношение к результатам, к деньгам непосредственно. И в будущем увеличить свои достижения. Конечно же, карта семерка Пентаклий очень хороша для тех людей, которые работают на земле. Бизнес или карьера которых связана с растениями или сельским хозяйством. Вот для этих людей карта просто великолепная. Для всех же остальных, еще раз повторяю, желайте меньшего, получите больше и будете счастливы. И избежите вот этой вот самой фрустрации и недовольства своими доходами. Окей? Ну что ж, тогда давайте продолжим дальше и посмотрим третью карту. Третья карта, которая выпала в теме здоровья и самочувствия, это тройка кубков. Я, конечно, обожаю эту карту в данной позиции расклада, потому что это карта радости, веселья, счастья, благополучия. Ну, соответственно, никаких проблем со здоровьем по этой карте не предполагается. Ну и чем счастливее вы будете в личной жизни, чем счастливее и довольнее вы будете в своей работе, в карьере, или чем больше ваш бизнес будет приносить вам удовольствие, тем лучше вы будете себя ощущать на физическом, то есть соматическом таком вот уровне. Можно и обратную тенденцию пронаблюдать. Чем лучше вы себя чувствуете, чем лучше и счастливее у вас настроение, тем лучше складываются дела в личной жизни, на работе, в карьере, тем больше у вас удачи, потому что, ну, высшие силы любят счастливых людей. Согласитесь. Поэтому, если вас что-то не устраивает в других сферах жизни, радуйтесь тому, что у вас все хорошо, тем и здоровье, потому что, когда нет здоровья, все остальное тоже радовать не будет. Правда ведь? Это так. Ну вот. Соответственно, радуйтесь, веселитесь, веселитесь, развлекайтесь, чувствуйте себя прекрасно, наслаждайтесь тем, что у вас ничего не болит. А это, поверьте мне, пожалуй, одно из самых больших счастей в этом мире материальном, когда действительно ничего не болит и все работает в вашем организме великолепно. Единственный момент, о котором я должна предупредить. Тройка кубков иногда перебарщивается алкогольными напитками. Ну и дабы чувствовать себя прекрасно всегда, а не только в течение загаданного нами срока, пожалуйста, не злоупотребляйте алкоголем. И тогда все действительно с вашим здоровьем будет великолепно. Ну, конечно же, эта карта еще связана с активным образом жизни. Не засиживайтесь, не залеживайтесь. Движение – это жизнь. Для женщин очень хорошая карта в том плане, что вот все эти женские процедуры, всякие салоны, спа, может быть, тренажерные залы или аэробика, степ-аэробика и танцы – это вот то, что доктор прописал. Будете заниматься подобного рода спортом, в кавычках, да, ну, физическими такими вот упражнениями, и будете еще лучше себя ощущать. Помолодеете, повеселеете, постройнеете, станете еще более привлекательными, ну и, соответственно, будете порхать, как бабочки. Вот, собственно говоря, как и нарисовано на этой картинке. Ну что ж, друзья, вот такой прогноз по здоровью, а теперь давайте посмотрим четвертую карту. Четвертая карта, которая выпала вам на удачу, это четверка Пентаклий. Карта, у которой есть такое название, как Жадность или Скряга. И несмотря на то, что у нее такое скверненькое наименование, как вы понимаете, она тем не менее приносит удачу тем людям, которые хотят сохранить свой статус-кво, которые не хотят что-то серьезно менять в своей жизни, а хотят довольствоваться тем, что у них есть. Вот в этом случае удача будет на вашей стороне. Если вам нужна стабильность, если вам нужна предсказуемость, если вам нужна надежность, если вы консерватор по натуре, по своей, вот удача, еще раз повторюсь, вам улыбнется. И у вас получится сохранить то, что вы имеете. или накопить необходимые средства для осуществления каких-то ваших далеко идущих планов. То есть если вам нужно скопить какую-то сумму, например, то вот, пожалуйста, хороший период для того, чтобы это сделать. Если вам нужно сохранить какое-то свое имущество или какие-то свои отношения, так, чтобы они не были разрушены, так, чтобы у вас не было убытка, тоже хороший период, потому что у вас получится это сделать. Ну что ж, вот такая интересная, на мой взгляд, карта в теме удачи. А пока могу пожелать вам защищать свои интересы, не уступать своей позиции, не сдаваться и не изменять своим принципам, именно своим правилам игры. И тогда все у вас будет отлично. Ну что, дорогие друзья, вот таким получился у нас прогноз на 2018 год. Я хочу вам напомнить, что этот прогноз не является вашим индивидуальным прогнозом на будущее. И если вы хотите получить личную консультацию, то пишите мне на почту. И мы с вами обязательно посмотрим, каким именно для вас будет этот предстоящий год по тем сферам жизни, которые вас интересуют. Рассмотрим все подробно, детально и основательно. Узнаем все, что необходимо вам для того, чтобы вы прожили этот год счастливо и эффективно. Ну а пока что до свидания, друзья. Желаю всем удачи и успеха, а также большого-большого благополучия.